Учебный год начнется для 22 тысяч анапских школьников. Об их безопасности говорили сегодня на совещании в администрации. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал от служб критически оценить подготовку к учебному процессу и доделать все, что не успели. Вот я в последней школе был в Джигинке. Хорошая школа, энергичный директор, глава интересуется тем, что происходит в этом учебном заведении. Таким людям хочется помогать. И что отрадно было услышать от охранника, что он содержится не за счет родительской платы, а за счет бюджета. Тогда это будет действительно охрана. А когда мы собираем и нанимаем человека, который просто сидит и даже маломальского физического сопротивления не сможет оказать. Дай бог бы, чтобы тревожную кнопку нажал. Это не защита наших детей. Это так. Выполнение тех мероприятий, которые нам предписывают, лишь бы отчитаться. Формальный подход, когда речь идет о детях, недопустим. Средства бюджет выделяет немалые. Только делайте. На выполнение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений город-курорт Анапа выделено из муниципального бюджета 7 млн 543 тысячи рублей, из них краевой бюджет 871 тысяча, муниципальный бюджет 6 млн 671 тысячи рублей. Замначальник отдела надзорной деятельности Дмитрий Суханов рассказал об итогах проверки. В некоторых школах и детских садах выявлены недостатки при обеспечении пожарной безопасности. Причем такие устранения, которых не требует больших финансовых затрат. Те замечания, которые сейчас озвучены, они должны быть немедленно устранены. У них есть для этого средства. Есть. Понимаете? Если в складе нет охрана пожарной сигнализации, сегодня спросите, хотя бы смету вы составили? Нет. Ждут, когда кто-то придет. Вот иждивенцев здесь быть не должно. В том числе и по требованиям Роспотребнадзора. Я понимаю, когда многомиллионные затраты, многотысячные, десятки, сотни тысяч. Здесь без нас не обойдешься. Роспотребнадзор в эти дни ведет приемку школ. 23 учреждения образования прошли этот экзамен. Придут ко всем. Мы провели во всех школах 70 проб на лабораторию. Санитарно-химические и микробиологические показатели. Значит, вода соответствует везде санитарным требованиям. Помимо этого, в этом году проводились замеры освещенности всех школ, где у нас вызывало сомнения. Значит, и еще новую мебель мы исследовали на формальдегиды. Пока результаты еще не получены. Но, тем не менее, вот такое новшество с целью обезвлечения безопасности и чтобы в школы не поступала мебель неизвестного качества, было введено территориальным отделом. Претензии у ведомства есть к поставщикам продуктов в школьные столовые. Материалы по некоторым из них попали в суд. Другие отделались штрафами надзорного органа. Сергей Сергеев поблагодарил Ларису Медведеву за принципиальность, также отметив, что многое зависит и от руководителя учебных заведений.